В руках табличка с портретом, на глазах слезы. Своего дядю Любовь Сорокина совсем не помнит. Но пройти с его портретом в Бессмертном полку считает своим долгом. 18 лет, молодой, ни семьи, ничего не осталось. Но наша семья чтит память. Я хочу, чтобы мои дети и внуки продолжали помнить. Так же, как и Любовь Сорокина, от Садовой площади до Площади Победы строим прошли более 1200 владимирцев. Акция «Бессмертный полк», организованная при поддержке 6-го канала, во Владимире проводится уже во второй раз. Идею, придуманную томскими журналистами, два года назад подхватили по всей стране и даже за ее пределами. В этом году «Бессмертный полк» добрался даже до Коста-Рики и Сан-Хосе. И у каждого в руках транспаранты с фотографиями родственников, участников Великой Отечественной войны, не доживших до наших дней. Все они в единой колонне памяти. Ну, потому что, чтобы все знали моего дедушку. Вместе с героями Великой Отечественной, плечом к плечу, ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне. День Победы – праздник, объединяющий подвиг всех тех, кто когда-то воевал. Если бы мы в 45-м году, наши деды, не победили бы в этой войне, неизвестно, что бы было. Во главе – огромное полотно, знамя Победы, увеличенная копия того самого флага, который в 45-м водрузили над Рейхстагом. Торжественную колонну по самым скромным подсчетам встречали 45 тысяч владимирцев. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Думаю, что память никогда не угаснет. Об этом будут помнить все и должны помнить все просто. Николай Щелконогов – один из немногих, кто дожил до 69-й годовщины Победы. Передать память о великом подвиге советского народа – дело его послевоенной жизни. Я обещаю, что до последних сил на коленках буду приходить в школу, в высшее учебное заведение, туда, куда меня позовут. Во Владимире сегодня живут 694 фронтовика. И с каждым годом тех, кто ковал Победу, остается все меньше. Не только память, но и реальная поддержка ветеранам порой жизненно необходима. Все материальные обязательства перед ветеранами губернатор области пообещала выполнить в этом году. 57 миллионов придет еще на жилье. Значит, те, кто стоит в очереди, мы за этот год все проблемы с жильем решим. И по всему обеспечению, которое есть и должно быть у ветеранов. Мы сейчас еще проведем проверку счетной палаты, как у нас эти все мероприятия выполняются. И потом отчитается у Пушкина, Шаров, все департаменты, кто за это отвечает. Техника времен Великой Отечественной и современные боевые машины ракетчиков. Впервые на площади Победы бронетехника «Тайфун-М» с беспилотным летательным аппаратом. Собравшиеся признают, с такой обороной можно спать спокойно. Какая техника сегодня? Самые современные техники. Видели БТР, видели ракетные комплексы обеспечения. Я считаю, что вот та задача, которую ставит сегодня президент к 2020 году, на 70% перегружить нашу армию самым современным оборудованием, это основная задача усиления могущества и мощи нашего государства. Однако останавливаться на показанном в этом параде военные не собираются. В следующем году Владимирцев обещает удивить еще больше. Сегодня мы завершаем мероприятие в ноль часов, подмечая 69-ю годовщину, ну а с завтрашнего дня начинается подготовка к 70-й годовщине. Так что год у нас впереди есть. За год власти вместе с Владимирским гарнизоном пообещали вести серьезную работу не только по подготовке торжеств 9 мая, но и на протяжении всего года. Алексей Соков, Евгений Токарев, Александр Мажаров, Артем Сыров, Илья Слаутин. Шестой канал.